Свой бизнес – самый захватывающий сериал в вашей жизни. Развивайте свое дело вместе со Сбербанком. Сбербанк – лучший цифровой банк для малого бизнеса. Прекрасное утро начинается с сюрприза. Предлагаю перед выставкой встретиться на нашем месте. Если согласна, а просто напиши мне «да». Андрей. Сюрприза, каким бы он ни был. И продолжает его любимая работа. Спасибо огромное мне, не зря вас так разваливали. Просто чудо. Смотрите, отравитесь, будет вам чудо. Общение с дорогими соседями. И, конечно, поддержка любимого отца. Вот змея. Вчера с коньяком меня поставила, сегодня перед заказчиком опозорила. Она не змея. Просто вы, бабы, общаться вообще не умеете. Вечно ругаетесь. Я с ней поговорю и все улажу. И это прекрасное утро может завершиться только такими чудесными новостями. Здравствуйте, Твер. Привет. Там Юлька хочет продать свою, ну, эту, девственность. Отойди. Лиза, ты уверена? Ну, да. Вы когда с дядей Димой, это, поссорились, у Юльки вообще крыша поехала. Не могу в это поверить. Ей просто нужны деньги, чтобы от вас от обоих свалить и жить отдельно. Потому что вы ее достали. Вот. Господи. Это она с клиентом договаривается. С клиентом. Если вы ей собрались звонить, то зря. Только хуже сделаете. И я вам больше ничего не расскажу. Это я во всем виновата. Но по сути, не только вы. Для ребенка же оба родителя важны. А вы с дядей Димой это разбежались. Да. Спасибо, что все рассказала. Да не за что. Мы же подруги с Юлькой. Я за нее тоже переживаю. Пожалуйста. Спасибо. Сплошная сода. Вы сами их делаете? Нет, у нас поставщик. И, кстати, до вас никто не жаловался. Может, никто нормально не пробовал? В нашей кондитерской капкейке гораздо вкуснее. Девушка, я вас с этим поздравляю. Не знаю, но если вы хотите, то мы можем вам поставлять выпечку. Девушка, у нас проверенный поставщик, с которым мы работаем уже 8 лет. Мне кажется, такой стильный молодой человек, как вы должны понимать. И он нас полностью устраивает. Передайте вашему руководству. Хорошего дня. Ну все, дядя Дим, теперь ваш выход. Моя с партнер. Держи, как договаривались. Вау. Круто. 256? Спасибо. Давай, давай, рассказывай. Как все прошло? Да, все нормально. Правда, я нашу легенду немного там докрутила, добавила кое-что. В смысле? Ну, сказала, что Юлька хочет продать свою девственность. Такой пранк, вы бы видели лицо у тети Веры. Лиза, ты... Мы так не договаривались. Ну что вы на меня кричите? Мы договорились напугать тетю Веру. Я ее напугала. Что не так? Так сказала бы, что она, не знаю, наркотики принимает, не знаю, по крышам бегает, поездам цепляется, ну... Так она реально по крышам бегает. Это руфинг. Что в этом страшное? А вот если дочь по рукам пошла, это косяк. Меня бы мамка за такое сразу убила. Капец, одноклассница запостила. Пишет, ела в кафе пельмени, сломала зуб. Монет в одном попалась. Вот что в такой ситуации делать? Я бы повар из-за такие пельмени сезон пересчитал. А если по закону, Варь, можно на них в суд подать? Конечно, обязательно надо подавать. Думаешь? Есть шанс выиграть? Ну, я бы у этого заведения кучу денег отсудил. И повара бы точно уволили. А давай сходим кофе попьем? Ты меня проконсультируешь. Я тебя приглашаю. Меня? Ну, конечно, пойдем. Я сейчас. Проваливай индю, кусатый. Тебе чего, заняться нечем? Надька, быстро открой. Я с тобой ругаться не собираюсь. Давай иди отсюда, пока полицию не вызвала. Да ты лучше Змеелова вызови. У нас тут одна гадюка соседям житья не дает. Что ты сказал? Я говорю, что вы как маленькие-то с Веркой. Обе. А кто же виноват, что она шуток не понимает? Ну, не понимает, извини. Вот меня помириться попросила. Что ж, сама не пришла. Стесняется. Прости ее. Ну, и что ж мне с вашими извинениями делать? А, мне же холодильник надо подвинуть. Да, пол подним память. Вуаля. Ммм, какие симпатичные. А какие вкусные. Я сейчас вернусь. Молодой человек, меняйте, пожалуйста, на целый. Тут дырка. И что? Уважаемый, десерт должен доставлять человеку не только физическое, но и эстетическое удовольствие. А тут дыра. Да что за бред? Может, Лиза это все придумала? Зачем ей это? Не знаю. Может, Юльку отправить в Тверь к сестре моей? Там ты дело дорого не продашь. Ты еще шутишь? А учеба? Репетиторы? Тогда домашний арест. А ну этого она нам никогда не простит. Да, ты права. Впервые не знаю, как быть. Есть мысли? Есть. Мы взрослые люди. Мы должны взять себя в руки и сделать так, чтобы у ребенка снова появилась нормальная семья. Мама и папа. Ну хорошо, давай. Давай сделаем так, чтобы у нас все было так же, как раньше. Нише каких нас. И ничего, как раньше, у нас уже не будет. Мы можем просто притвориться. Ну я не знаю, мы же не актеры. Дим, ради Юли. Ну если только ради Юли. Ты точно не хочешь? Попробуй. Я на диете. Как тебе? Ну, в целом неплохо. Но за эти деньги я ждал чего-то большего. То есть, тебе все понравилось? Нет, говорю же. Еще раз нет. Смотри, за три кекса и две чашки кофе ты заплатила тысячу рублей. А если бы ты сделала кексы сама и принесла их на работу, где кофе бесплатный? Я поняла. Я учту на будущее. Что? Живот болит? Не, переел, наверное. Надо пройтись. Пойдем. Юльчик, а мы с папой как раз обедать собираемся. Давай встань. Катеныш, привет. Дорогая, придай, пожалуйста, тест солью. Да-да, пожалуйста. Спасибо. Ничего себе, какая у вас семейная идиллия. Прям как в рекламе майонеза. Помирились? Да, да, мы помирились. Решили попростить другую руку все. И снова быть вместе. Да. Теперь у нас с папой все хорошо. Ну что, у нас очень, очень вкусный суп. На здоровье. Прикольно. А может, чтобы у всех все было совсем хорошо, еще Андрюшу с моей сведем, а? Юль, а что ты говоришь? Мы помирились с ней. Поясничай, пожалуйста. Да. Помирились? То есть я не вижу, что когда ты маму обнимаешь, ее все передергивают, да? Юль, нет, нет. Очень естественно у вас получается. Я верю. А давайте горько, а? А легко? Фу, какие вы мирские. Ты мне постоянно врете. Юль! Золотой ты мужик, Виктор Павлович. Экран починил. И розетку, и шкафчик. Да, вот этот еще. Наверху. И куда только некоторые симпатичные соседки смотрят. Такое сокровище пропадает. Соседке некогда по сторонам смотреть. Не знаешь, за что браться. То ли вот заказчику торт печь, то ли в магазин бежать за продуктами. Все сама. Сама-сама. Не женское это дело, Надежда. Тяжелые сумки таскать. Ты давай торт пеки, а я в магазин схожу. Ой, нет, нет, нет. Я не знаю, кто ты. Что-нибудь не то купишь? Вот список. Гусары с женщин денег не берут. Да я вчера телефон новый купил. Ну вот смотри, видишь? Во. Могу теперь в мессенджерах общаться. Вот если б ты вчера попросил, делать-то что? Пенсия самая ранняя, послезавтра будет. Чего, Верки не возьмешь? Да нет у нее денег. Так ты продуктами возьми. Дешевле и быстрее будет. Ну-ка, Тай, что там у тебя? Так, молоко, сахар, яйца, мука, сода. Соображать надо. Ну, я разогнался на самокате с горкой и как полетел. Ну, переломов не было, но язык себе сильно припусил. Мне бы потом даже кончики языка ампутировать хотели, но мамуля согласия не дала. Как-то все само срослось. Ага. Поэтому ты такой молчаливый. Представляешь, а я в детстве кнопку проглотила, родители так испугались, а врач сказал, ничего страшного, она сама выйдет. Не факт. У нее ведь край острый. А если бы в аппендиксе застряла? Что? Перитонит, абсцесс и летальный исход. Сколько случаев будет. Валя, тебе срочно надо в больницу. Прям срочно. Не берет? Господи. Так, кому еще можно позвонить? Лизе звонили. Позвонила. Папа, сейчас попрошу. Папа, позвони, пожалуйста, со своего телефона, может, Юлька тебе ответит. Хорошо. Сейчас. Ты куда? Мы с Вимой на рыбалку. На Сазана. А это все Сазана зачем? Для прикормки. Всю жизнь так ездим. Ты еще скажи, что ты всю жизнь в костюмы на рыбалку ездишь. Ты что, продукты из дома вот этой стервы таскаешь, да? Не смей ее так называть. Она прекрасная, добрая женщина. Каких это пор? А может быть, у нас с ней чувства. А из-за твоей неприязни мы не можем опрести друг друга. Обретать вы друг другу на домой черт. Ну, Вера. Папа. Вот ты как. Вырастила дочу на свою голову. Отдавай мне мои деньги. Какие твои? Которые ты меня заставила за бойку машины потратить. Может, Юлька? Здрасте. Здравствуйте. Объясните мне, пожалуйста, за какие заслуги ваш муж дарит моему ребенку такой дорогой телефон? Дядь Дим, скажите ей, что у нас ничего не было. Я все объясню. Ну ты и сволочь. Придумать такое про свою дочь. Да это все Лиза. Я не просил ее так сильно врать. Я думал, она скажет что-нибудь там про наркотики или про руфинг. Ты, кстати, в курсе, что наша дочь бегает по крышам? Да какие крыши? Какие крыши? Ты хоть понимаешь, что я вообще пережила? Алло, да. Это моя дочь, да. Четвертая городская? Да. Поняла. Алло. Алло. Так больно? Вот так очень больно. Я ее прям чувствую. Вы не можете ее чувствовать, а так... Здесь чуть меньше. Может, рентген надо сделать? Ну, в любом случае, рентгенография желудка делается натощак. Сутки ничего не есть, потом можно делать. Через сутки я уже умру. Без паники. Можем сделать вам клизму. И все решится естественным путем. Клизму? Давайте. Что конкретно сказали? Сказали, что какая-то операпица. Говорить не может. А вдруг она с крыши упала? Господи. Так, нам успокоиться. Сейчас мы приедем и все выясним. Как мы приедем? Когда приедем? Я сейчас пешком пойду. Тихо, успокойся. Черт. Кто там? Поступила информация, что в вашем подъезде живет преступно-соблазнительная женщина. Зайдите и арестуйте ее. Здравствуй, Витек. Спасибо. Здравия желаю. Товарищ лейтенант, можно вас на минуту? Уже капитан, как полгода. Что случилось здесь? Понимаешь, Витя, в нашем доме какой-то гад выбрасывает мусор из окна постоянно. Пойдем, покажу. Открыто! Витюш, проходи в спальню, раздевайся, я сейчас. Витюш, там, наверное, этот старый крыльч Веркин продукты принес. Открой ему. О, вторая смена. Заходи. Надюха сейчас душ примет и может заступать. Витюша, а Виктор Павлович мне тут розетку отремонтировал. Саш, Сашенька, за что же мне все это? Потерпи, потерпи. Скоро все пройдется. Не бросай меня. Алло. Здравствуйте. Вы нам сегодня оставляли визитку в кофейне по поводу капкейков. Слушаю вас. Давайте мы попробуем с вами поработать. Вы же говорили, что у вас есть поставщик. Да понимаете, у нас сегодня девушка ела капкейк и сломала зуб. Там каким-то образом оказалась металлическая кнопка. Да вы что? Мы ищем нового поставщика. Ну, хорошо, давайте завтра встретимся, поговорим, все обсудим. Спасибо вам. До встречи. Хватит. Нет никакой кнопки. У нас здесь дочь. Успокойтесь, фамилия. Михеева. Так, Михеева. Юлия Дмитриевна, 16 лет. Поступила два часа назад в челестно-лицевую хирургию. Хирургия. Мам. Ела в кофе кекс, сломала зуб. Пришлось удалять. Зубы. Зубы. Нормально. Ужас, какой зуб. Счастье. Хочек. Ой. Вот видишь, как хорошо все закончилось. Кнопки, оказывается, не было. А клизма даже полезна для здоровья. Иногда. Знаешь, я, конечно, знал, что от женщин можно ожидать любой гадости. Но такого... А так? Лучше? Я, в принципе, могу подольше поработать. У меня почасовая плата. Да-да-да. Сейчас девушка подойдет, и мы решим. Ну, как в капкейке могла оказаться кнопка? Ужас. Дома надо питаться. Надо отправить к ним проверку и вообще в суд подать. А может, не надо? Пусть они у нас выпечку заказывают. Я договорюсь. Я припугну их судом. Неплохая идея. О, все семейство в сборе. Только меня, старого храча, никто не ждет, не любит и не уважает. Дед, перестань. Мы тебя любим. Папа. Ну, прости меня. Ну, если у вас так все серьезно, с Надеждой Семеновной, нам ее гримим. Да пошла она, курица драная. Курица драная. Держите этого. Держите этого. Субтитры сделал DimaTorzok